Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Я думаю, что перед российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит задача нарастить к 30-му году выпуск продукции гражданского назначения до половины всего объема производства. Министерство промышленной политики Кировской области с целью выполнения этой задачи в прошлом году направило соответствующие письма ведущие научные институты, корпорации и концерны России с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве. Подписание документа с технодинамикой стало одним из результатов. Программа Экономика. Сотрудники компании КЧУС получили зарплаты после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган провел проверку на предприятии после многочисленных жалоб сотрудников. Выяснилось, что почти 400 человек не получили вовремя свои деньги. И в общей сложности задолжали 6,5 миллионов рублей за декабрь прошлого года. На компанию завели административное дело. За нарушение трудового законодательства деньги же выплачены. Экономика. На 101 ФМ. Далее новость от наших партнеров. Вся информация для разработки документов по охране труда теперь доступна благодаря интернету. Однако руководители организации предпочитают обращаться в Центр охраны труда, а не заниматься этой темой самостоятельно. Почему? Рассказывает директор по развитию образовательных программ Кировского центра охраны труда Дмитрий Хохлов. Например, узнав о предстоящей проверке, работодатель решает, что все сделает сам. Но чем меньше остается времени, тем становится все очевидней, что ничего не получится. Что делать с этой кучей информации? Как выбрать важное? Надо изначально понять, для чего выполнять мероприятия по охране труда. И дело даже не в проверке. Согласитесь, готовить документы по охране труда формально – это не ваш метод. Ведь охрана труда нужна прежде всего самой компании. Это спокойствие и уверенность руководителя и безопасность работников. К счастью, работодателей, которые это понимают, становится все больше. А остальным мы можем порекомендовать. Не изобретайте велосипед. Ваше время стоит дороже. Подумайте на перспективу. Обращайтесь в Кировский центр охраны труда. Вам помогут создать эффективную систему охраны труда. Телефон 38-02-09. Завершение валютах. Доллар сегодня 53,63 рубля. Евро 70,50. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.